Добрый вечер! В эфире Вести Крачево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как реализуются национальные проекты в республике, об этом сегодня говорили на совещании, которое провел глава Крачево-Черкесии. Переселение граждан из домов, где сейсмоусиление невозможно на заседании ВНФ, обсуждали данную ситуацию. Очередная гуманитарная помощь военнослужащим, участвующим в специальной операции на Украине. Сегодня отправили 20 тонн питьевой воды. Продемонстрировали хорошую подготовку и вошли в число призеров. Со всероссийского турнира по панкратиону наши спортсмены привезли несколько медалей. Сегодня глава Крачево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории республики. Председатель регионального правительства Мурат Аргунов и руководители ряда министерств сообщили о текущих результатах и перспективных планах по выполнению федеральных программ. Что уже сделано по созданию комфортной городской среды? Какие автомобильные дороги после капитального ремонта станут намного безопаснее? Какими новыми открытыми объектами власти в скором времени порадуют жители республики? Эти и многие другие направления порой требуют дополнительной корректировки. То есть делается все необходимое, чтобы в конечном итоге была реализована главная цель национальных проектов – создание лучших условий для жизни населения Крачево-Черкесии. Региональное отделение «Народный фронт» за Россию провело заседание по вопросам переселения граждан из домов сейсмоусиления, которых невозможно или экономически нецелесообразно. Подробности у Али Баташева. Общий щиток недавно загорелся, жильцы сами пытались потушить его. Это вот именно в том месте, рядышком, недалеко откуда, там бежала строя воды. То есть она прямиком попадает в общий щиток, получается. Жить в доме номер 3 по улице Октябрьской Черкесской становится не только хуже, но и опаснее, говорит жительница Марина Латокова. В январе этого года его посетили представители Народного фронта и республиканских СМИ. В официальном ответе мэрии республиканской столицы от 2 сентября было заявлено, что в первоочередном списке для переселения домов, сейсмоусиления которых невозможно или экономически нецелесообразно, этого дома нет. Кроме того, по документам, в 2012 году в доме номер 3 по улице Октябрьской Черкеска был произведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения на общую сумму 2 миллиона 749 тысяч рублей. Однако то, что мы там видели и видим по сей день, когда водопад из, извините, фекалий льется чуть ли не на головы проходящих по коридорам граждан, не свидетельствует о том, что такие средства там были в 2012 году затрачены. Либо их вообще не было, либо ремонт был некачественно произведен. Хочу заверить места общего пользования, перекрытия деревянные. Вы можете прийти, прям посмотреть душевые кабины. По данным Министерства и строительства ЖКХ Республики, в первом квартале этого года будет сдан в эксплуатацию 16-этажный дом, предназначенный для переселения домов, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно. Он рассчитан на 368 квартир. Это составляет порядка 50% жилья, необходимого для переселения. Количество квартир в новом заселяемом доме. Мы услышали 368 квартир. У нас на сегодняшний день тоже в 525-квартирном доме есть небольшой остаток. Он пока еще ориентирован на те дома, которые с формированным перечнем все еще переселяются. И говорить о будущем перечне, я думаю, пока рано. Сказать могу точно, что Октябрьская 3 действительно в том состоянии, которое, скорее всего, повлияет на его скорейшее переселение. И, скорее всего, он войдет уже в следующий дом. При переселении будет учитываться квадратура и кадастровая стоимость помещения, а не количество проживающих в нем лиц, утверждают в мэрии. Поэтому попытки прописать родственника и получить потом дополнительные метры в новом доме будут напрасной тратой времени и сил. Представители Народного фронта призвали все заинтересованные ведомства объединить усилия для скорейшего решения проблемы. Было внесено предложение в правительство республики сделать работу по переселению более открытой и прозрачной. На сайтах должна размещаться полная информация о сроках сдачи объектов в эксплуатацию, количеству имеющихся квартир и очередности их заселения. Али Баташев, Артур Мхце, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. 20 тонн питьевой воды сегодня из Карачаева, Черкесия отправили очередной гуманитарный груз для военных, участвующих в спецоперации на Украине. Машина направится вместо дислокации 34-й мотострелковой бригады. Это уже 42-я отправка груза из республики. Со слов организаторов, транспортировка работает слаженно, своевременно. Всего было отправлено 550 тонн гуманитарной помощи с начала операции. А совсем недавно нашим солдатам были переданы шерстяные изделия в рамках партийной акции «Единая Россия. Бабушкина забота». Этот груз сформирован по инициативе и поддержке сенатора от Карачаева-Черкесской республики Крыма-Казанокова и его коллеги Виктора Бондаря. Это уже четвертый груз, который они отправляют на территорию Донбасса. Всего по их инициативе мы отправили порядка 70 тонн питьевой воды. В целом, по поручению члена Высшего совета «Единая Россия», главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Борисовича Тимрезова, при такой поддержке, которую сегодня оказывают и жители республики, и меценаты, и наши депутаты, и партийный актив, и предприятия республики, я скажу, что это колоссальный вклад в ту победу, которую мы сегодня все ждем от наших вооруженных сил. В целом, ту помощь, которую сегодня оказывает не только Карачаева-Черкесия, но и каждый регион страны, это, конечно, очень важный такой момент для выполнения тех задач, которые сегодня стоят перед нашими вооруженными силами на территории Донбасса и Украины. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Продолжаем выпуск. 13 сентября по всей России отмечают День программиста. Вот уже более 10 лет он входит в календарь российских праздников. Сегодня почти невозможно представить нашу жизнь без какого-либо электронного устройства, где без труда программиста не обойтись. О перспективной профессии и о том, чем она так завлекает молодое поколение, узнавал у IT-специалистов наш корреспондент Алихан Лепшоков. Дата его празднования Дня программиста выбрана не случайно. Это 256-й день в году, то есть 2 восьмой степени, так как байт как единица хранения может выражаться в одном из 256 кодов или значений. Сегодня каждая отрасль не может обходиться без качественного программирования. Труд программиста всегда востребован и особенно в наш век технологии отмечают молодые специалисты. Все-таки если ты программист, который пишет на языках программирования, это свободный график, это непривязанность к месту. Если найдешь такую работу, ты не будешь привязан к определенному месту. И есть, как говорят программисты, они совы, и ты можешь работать в любое удобное для тебя время. Молодой программист Алибек Баташев работает главным IT-специалистом автономной некоммерческой организации «Карачаево-Черкесия Туризм». Он активно принимает участие в различных образовательных форумах, повышает знания в сфере программирования. Сейчас занимается реализацией своего проекта, который направлен на поддержку начинающих программистов. «Хакатон Код 9» направлен на программистов, которые проходят только обучение в университете, по курсам, неважно. Как будет проходить, я вам вкратце расскажу. Мы с товарищами программистами создадим сайт, на котором будет проходить тестирование, и люди, набравшие определенное количество баллов, будут отобраны на проведение «Хакатона». «Хакатон» сам по себе – это форум для программистов, на котором решаются поставленные задачи, определенные задачи. Знание языка программирования – это ключ в сфере IT-технологий, уверяют начинающие программисты. Лидия Байрамукова учится на программистов в Институте цифровых технологий СКГА. Для нее профессия программиста – это возможность реализовать свои креативные идеи. Поступая, выбирая ту или иную специальность, каждый придет свои цифровые цели. Что касается меня, в приоритете я ставила карьерные возможности, и написание код – такая профессия, которая постоянно развивается, приходится уделять много времени саморазвитию, проморгаешь момент, упустишь целые возможности. И, скажем так, такой стиль, такой вайп мне был по душе. Повелитель цифр и кодов – так можно назвать программиста, который всегда развивается, открывая для себя что-то новое. Аля Халебшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Из Севастополя, где проходил всероссийский турнир по панкратиону «Динамовец», в Карачаевск вернулись воспитанники бойцовского клуба «Альфа». Все юноши, представлявшие наш регион на соревнованиях, продемонстрировали хорошую подготовку и вошли в число призеров состязаний. Со спортсменами и их тренером встретился Ахмат Халкечев. Всероссийский турнир по панкратиону, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, собрал в Севастополе лучших бойцов дисциплины со всей страны. На высшем уровне была как организация самих соревнований, так и подготовленность всех участников, делится тренер наших ребят Саурен Найетов. Атмосферу крайне жесткой конкуренции на состязаниях усиливало и то, что львиная доля участников были мастера и кандидатов мастера спорта в дисциплине. На риф также нередко выходили действующие чемпионы мира и страны. Но все эти обстоятельства еще сильнее обостряли спортивный азарт наших спортсменов, подслуживает он. «На их фоне мои ученики вообще не терялись, показывали настоящий на самом деле класс, дрались с мастерами спорта, даже с кандидатами мастера спорта. В принципе, это их никак не смущало, провели свои поединки отлично. Также было очень интересно наблюдать школу севастопольскую, именно панкреционно. Но мы ездим в основном по СКФО». Соревнования шли три дня, в течение которых все трое воспитанников Саурена Найетова сумели продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Ляон Кипкеев, выступавший в весовой категории 58 килограммов, чтобы завоевать золото турнира, провел четыре схватки. Как признается сам юный боец, это всего лишь вторые соревнования всероссийского уровня, в которых он принимает участие. До этого были соревнования в мае этого года, которые принимала столица Адыгеи, город Майкоп. Там Леон стал серверным призером. «И в финале я вышел с Тимуром, он был КМС из Севастополя. Победа досталась нелегко, я пропускал проходы, это надо доработать, это мой минус». Ислам Шедаков, выступавший в весе до 53 килограммов, и Эльдар Байтера в категории 46 килограммов стали бронзовыми призерами турнира. Ребята признаются, что больше подвело отсутствие опыта участия в соревнованиях такого уровня, нежели физическая подготовка. «Первый бой длился 3 минуты, я выиграл, оставалось 18 секунд. Второй бой у меня был тяжелый, соперник тоже был тяжелым. В баллах я выигрывал, но я проиграл балльпом. Использовал он прием рычаг локтя. 5-2, по-моему, было, я его выигрывал. «В первой схватке, честно сказать, я по своей неопытности, когда я выигрывал с отсчетом 3-1 на последних секундах, попался на неприятный прием. Второй бой, когда я вышел, я выигрывал своего соперника с отсчетом 11-0 и в конце сделал удушающий прием треугольник и одержал победу». Второй поединок, хоть и был завершен досрочно, и с серьезным отрывом в счете, невнимательность и обидное поражение в первой схватке Исламу Шедакова стоили выхода в финал соревнований. Почти та же история повторилась и у Эльдара Байтерова. Но для обоих этот турнир дал весьма ценный опыт, уверен их тренер. Да и самые юные бойцы не унывают, ведь вне зависимости, какое место на турнирной таблице им присудили, они доказали, что они лучшие. Ну а впереди еще будут новые соревнования и новые возможности. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Это все вести. На сегодня, прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Елизавета».